Здравствуйте! В эфире «Время новостей МИАС». С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Марина Богатырева. Смотрите сегодня в выпуске. Отключение Иремельского гидроузла. Часть МИАСа на сутки останется без воды. Готов ли ты к походной жизни? Юные туристы России собрались на Тургайке. Вокруг Тургайка за 120 минут. Более сотни спортсменов приняли участие в веломарафоне чистой воды. Серьезное ДТП на трассе М5. Грузовик выехал навстречу и снес легковое авто. Машины рухнули в кювет и вспыхнули. Вот кадры с места происшествия. Пожарные пытаются потушить полыхающие автомобили. Авария произошла недалеко от МИАСа. На 1759-м километре петеральной трассы М5 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля «Вольво» на спуске выехал на полосу встречного движения. Совершил столкновение с автомобилем «Хонда», который поднимался на подъем. Водитель легковой «Хонды» скончался на месте. У шофера большегруза, травмы и ожоги. С места ДТП его госпитализировали в городскую больницу МИАСа. Осмотрен травматологами. Проведена первичная хирургическая обработка раневых поверхностей. Больной помещен в отделении реанимации, где начаты необходимые противошоковые мероприятия. Отсюда с помощью вертолета санавиации водителя доставили в Челябинск в ожоговый центр. Там он пройдет лечение. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. Часть МИАСа останется без воды. Сегодня в 23.00 для проведения профилактических ремонтных работ будет остановлен Иремельский гидроузел. МИАС Водоканал сообщает о графике и возможности подачи воды населению. Так, без холодного водоснабжения останутся южная, центральная часть города, поселки Восточный и Строительный, промзона до КПД. Северная часть города возможны перебои с подачей воды. Кроме того, на период остановки Иремельского гидроузла без горячего водоснабжения останется южная часть города. Как пояснили в МИАС Водоканале, проводимые работы плановые. Согласно графику, подача воды в систему возобновится вечером 6 августа с 21.00. Но полностью она будет заполнена к утру следующего дня. В медицинские и детские дошкольные учреждения подвоз воды будет осуществлен по графику. Жители многоквартирных домов должны запастись водой заранее. Юные туристы со всей России встретились в палаточном лагере на озере Тургаяк. Челябинская область выбрана местом проведения второго слёта благодаря высокому уровню развития туристско-краеведческой работы с детьми и возможности проведения похода по легендарному парку Таганай. Второй слёт юных туристов из всероссийского превратился в международный. На открытие фестиваля приехала команда из западного Казахстана «Батыс Вест», что с казахского и английского языков переводится как «Запад». 17-летний Карим Ниталиев, капитан, рассказывает, что с ребятами из команды выступают вместе уже больше пяти лет. Спина к спине. Дружные мы, очень дружные. Должны брать место. Просто так нельзя в Уральск опять приехать без никаких мест. Утрое хорошее. Боевой. Руководитель команды юных туристов из Казахстана Камшат Ниталиева говорит, что в первую очередь приехали за опытом. Хотят и других посмотреть, и себя показать. Мы постараемся показать всё, что мы умеем, всё, что мы знаем, чтобы быть хотя бы в середине команд, чтобы не совсем в конце. Настрой хороший. Общаемся, разговариваем, обмениваемся опытами. Многие делятся, рассказывают. Здесь живой народ, очень гостеприимный. В соревнованиях участвует 21 команда из 18 регионов. Это 170 детей. В судейской коллегии задействовано 60 человек. В течение недели юных туристов ожидает конкурсная программа, мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим в походе, соревнования по водному туризму, краеведческая викторина. Также ребята отправятся в пеший поход третьей степени сложности по национальному парку Таганай. Тот лишь станет лидером, кто может взять на себя ответственность. И как раз в процессе туристского похода проявляются все самые лучшие качества, которые сейчас востребованы выше всего. Это те самые скиллы принятия на себя ответственности, умение предусматривать какие-то ситуации, интуиция и прочее. Всё, что, как оказалось, максимально востребовано у лидеров бизнеса. На открытии слёта участников приветствовали руководители федеральных центров и департаментов в сфере доп. образования. Почётным гостем на слёте стал заслуженный полярный путешественник Матвей Шпаро, который вместе со своим отцом совершил первый в истории российский лыжный переход через Берингов пролив. Достижение занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Также всех собравшихся поприветствовал и глава Миасского городского округа Григорий Танких. У нас действительно здесь красиво. Я надеюсь, что вам понравится. Вы ещё больше сдружитесь и в дальнейшем ещё не раз к нам приедете. Удачи вам! Всероссийский слёт юных туристов возрождён федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения после 20-летнего перерыва. Марина Богатырёва, Андрей Назарук, ОТВ Миас. Более сотни спортсменов приняли участие в веломарафоне чистой воды. Проверить свою выносливость в этом году решились более сотни велосипедистов не только Челябинской области, но и других городов России. Среди участников сегодняшних соревнований много знакомых лиц. К примеру, Анна Тимошук. Жительница Миаса не пропускает спортивные праздники. До этого участвовала в беге чистой воды. Спортсменкой себя не называет, но веломарафон пропустить не могла. Давно хотела, на самом деле. И вот в этом году получилось так, что все возможности совпали. Я проезжала вокруг Тургайка в рамках разных других мероприятий, в том числе и триатлона в прошлом году. Но вот так вот целенаправленно на таком марафоне не приходилось ещё участвовать. Для участников шестого по счёту веломарафона было подготовлено две трассы. Спортсменам категории «Любитель», «Ветераны», «Юниоры», «Леди» и «Девушки» предстояло преодолеть 35 километров. Тем же, кто заявился на участие в категории «Профессионалы», необходимо было проехать 50 километров. По трассе маршалы стоят, которые указывают, куда ехать. Где-то есть точки питания, где можно лимончик съесть, водички попить, даже колбаску и сыр покушать, бутерброды. Ну и те, кто в туристическом темпе. Приезжают не только погонять, приезжают пофотографироваться на фоне Тургайка. Мы специально трассу проводим по таким местам, где есть смотровые площадки, чтобы не все за временем гонятся. Конкуренция была достойной, но и миасские спортсмены продемонстрировали отличные результаты. Вошли в число победителей и призёров в различных возрастных категориях. Марина Богатырёва, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. У меня на сегодня всё. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте ОТВ МИАС. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 0055. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова